Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии и ставит лайки. Перед Самвилом стоит серьезный, неразрешимый вопрос. Куда пойти, куда податься? Кого найти, кому отдаться? Добить, чтоб не мучился. Новый год! Капслоком кричит. Куда пойти на Новый год? В тартарары, в тьму таракань, к черту на рога, к лешему. В тридевятое царство, в тридесятое государство. Идите вы уже все куда-нибудь всем скопом. До Нового года задолбят своими планами. Куда ему своих пенсионерок приткнуть? Одна ссыться дальше, чем видит, другая, как чемодан без ручки. ТВ говорила, что Надя ей мешает с ее проблемой. Создает ей неудобства. Ей лучше сидеть дома и быть одной. Она не подумала о том, что им там, на Игрене, тоже хорошо бы побыть своей семьей, без цикливой бабки, от которой за версту смердит. Говорила, что даже не всегда хочет выходить из дома на улицу. А как она собирается ехать на Игрень? В любом случае, выйти придется. В прошлом году с Надей на супружеской кровати вместе спали. И ее ничто не смущало и не стеснялось. А сейчас, и сейчас она готова также спать. На каждой койкой места там не хватит. Самвел приходит к ТВ. Надя уже на пороге зала, хвостом пол метет. Хозяин пришел. На тебе, Надя, миксер, формочки, начинай готовить торт. Вот. Андрей пилу уже приготовил. Я прикалываюсь. Меня Надя на уверенность в собственных силах в этот раз привела к мысли, что у нее все получится. Мне тоже хочется, чтобы у человека все получилось. В прошлый раз мне даже жалко ее было. Она так старалась и облом. Еще все стали потрунивать на нею. Вот бы получилось у нее все. И она утерла Самвелу этим, его вечно сопливый нос. Прошли на кухню, стали примерять формочки на противень. Влезут две или нет. Вот как у Самвела дома помещались. Неа, не влазят. Дома у Самвела духовка больше, чем у ТВ. Надя тут же стала придумывать, как выкрутиться. Придумает. А в это время вдруг из маминой, из спальни, кривоногий и хромой, выбегает бабка Танька и мотает головой. Подстригли ее. А Самвел шутки шутит. Хорошая у тебя, Надя, прическа. Да не на Надю смотри, а на меня, орет бабка голосом мужика. А подстригли соответствующим образом. Наде тоже подровняли прическу, лучше бы не трогали. У нее такая хорошая была прическа. Сейчас они как две мужички. Челки короткие. Некрасиво. Завидую я вообще людской простоте. Они так легко доверяют свои волосы всем подряд. Я больше 10 лет стриглась у одного мастера. Потом она уехала, и я стала искать другого. Один раз попала по совету сестры к ее мастеру. Шла из салона, успокаивала себя тем, что волосы у меня растут быстро, дело идет к зиме, шапка в помощь. Как отросли до нужной длины, что пришло время стричься по новой, я попала к другому мастеру. И теперь я с нею больше 10 лет. Все, пришла, села в кресло, она все знает, что нужно сделать. Она закончила, я встала, заплатила, ушла. Никаких претензий. Вот так как Надя, я бы не рискнула. Она знает эту Катю, она уже стриглась у нее, и каждый раз получается плохо. Это Катя смотрит сам Вэла и над ТВшкой поколдовала. Говорит, теперь меня не обосрут в комментариях, говорит Катя. В прошлый раз она получила за дело. В этот раз, в любом случае, она испортила прическу. Ну, ТВшке получше все-таки, чем было. У нее там такие лохмы были, что сейчас, когда ей все это подровняли, и убрали эту лишнюю длину, ей стало более-менее это ничего. А вот Надя, она прическу испортила 100%. Вы обратили внимание, что у ТВшки не только глаза, как у гуманоида, но и пальцы. У нее средний палец очень длинный, а безымянный намного короче. Я обратила на это внимание не так давно. Если найду ту фотку, я вставлю в обзор. Вот посмотрите на этот скрин. Вот про кого надо снимать все серии НЛО. Облить зеленкой, и получится настоящий зеленый человечек. Не женщина, а гуманоид в грязной футболке. Издалека смотришь, ну, камера все погрешности не выдает. Самвел снял вблизи. Оказалось, что футболка вся заляпанная. Она же ест неаккуратно. Обычно люди наклоняются к тарелке. Баба Таня нет, спинку она не гнет. Ну, и потом ходит, как свинота. Она орет Самвелу. Да надоело мне уже наряжаться. А, надоело. Самвел раньше говорил, что в женщине только тогда не умрет женщина, когда она не перестает за собой следить. А если перестала, то все. Ну, вот значит, в ТВшке она сдохла уже давным-давно. И смердит. Самвел говорит. Ой, какие я приготовила бедрышки с апельсинами. А нам на пробу тут же просит Надя. На игрень побегут бедра, сказал Самвел. Баба Таня сразу как сыч надулась. Все, лафа кончилась. Неужели в самом деле не угостит? Два раза перепало и хватит, я так понимаю. Да они и так отъелись. Вон зрители в ТикТок пишут Самвелу, что Надя врет, а ТВ ее покрывает. Надя весит больше, чем озвучивает. Эх, Надя ракетой сорвалась с места и побежала к весам. На понт можно взять ребенка или подростка, но взрослую женщину доплевать кто там что языком шлепает. Люди будут говорить в любом случае, но зачем кому-то что-то доказывать. Но доказала и таки смачно плюнула. Брехухой в данном случае оказалась не она, а зрители. Она никогда, говорит, больше не вернется к своему прежнему весу. Ну дай-то бог. ТВ-шка тут же села на любимого конька. Сравнивает себя с Надей. Ну только неудачник сравнивает себя с теми, кто хуже. Ну потому что знает, что конкуренция с теми, кто лучше, не выдержит. Были мы на западной. Надя против мэна. О-така, сказала ТВ и развела руки в стороны. А сравнить себя с собою, когда у нее не было таких жировых складок. Ни судьба, ни хочется. Зрители, имейте совесть. Вы чего так зашугали блогера и его звезду? Ни Самвел, ни Надя не заходят почитать, что там настрочили. Им, наверное, в кошмарном сне снится, что они читают комментарии. Нашкодят, а потом боятся туда заглядывать. Самвел говорит, Надя, ты читала, что пишешь, Надя? Не, не читала. А ты читал? Нет, говорит, я тоже не заходил. Ну, слава богу, хотя бы в этом видео не будет вот этих ответов. Зрители, пышуть! Надя, говорит Самвел, а давай мы тебе эко-шубу купим. Там симпатичные были эко-шубы с капюшоном. Света себе купила такую страшненькую. Надя, как услышала это предложение, сразу заулыбалась так застенчиво. Женщина в ней не умерла. Хочется ей шубку. Да чего уж там. Собрали деньги на шубу. Уидите и покупайте. Вам контент, нам развлечения. Я не против посмотреть на выбор и примерку шубы уже для Нади. Надя в ней тоже будет, как и Света, медведь-шатун. Она недавно рассказывала, какой у них был сильный буран, и она сквозь него пробиралась. Вот и будет лазить в этой шубейке. Цирк с ними, со всеми, у Светы, у Нади, у ТВ будут шубки. Ну, у кого-то, у этих двух уже есть. Самвел в этом стаде главный казен уже в бомбере. Ну, вот и поведет свое стадо. Только вот вопрос, куда? Не на заклание бы. Самвел просит, чтобы ему прислали посылку из Италии. Это тот, который никогда ничего не просит. У него все есть. Он все себе может купить. Прислали рецепт торта, в который нужно использовать шоколад, в составе которого 50% какао. Севка говорит, о, Свете недавно пришла посылка из Италии. И там как раз-таки была соответствующая плитка. Теперь будет отжимать ее у Светы. Ну, живущий в Италии, вы там не расслабляйтесь. Пришлите ему посылку, лишним не будет. Конца края этим просьбам не видать. Я ни за что не поверю, что у них в магазине нет подходящего шоколада. Просто Севке надоели посылки с прокладками. Хочется ему чего-нибудь вкусненького. Ну и мамку заодно подразнить. Надя ему советует не морочить голову с этим тортом, так как посчитала, что он его истым он не будет. Самвел ей ответит, чему? Буду я его истым? Да и Андрей поможет. С удовольствием. Раз разговор коснулся Сытников и Грени, опять был поднят вопрос о праздновании Нового года там. Самвел спрашивает, Света звала тебя, Надя, чтобы там отмечали Новый год? Надя говорит, нет, не приглашала. Все, значит, прижмите свои пятые точки, сидите дома, отмечайте своей компанией. Коля русским языком сказал, что маме первого числа идти на дежурство. Подновали бы сами своей головой. Человек должен 31-го крутиться, готовить, накрывать на стол, потом убрать со стола, укладывать их на ночлег, а утром вставать и шлепать на работу. ТВ говорит, я не хочу ехать туда, будем дома отмечать, поедем первого. Тогда уже точно будет Новый год. Но все равно не мытьем, так катанем. Она все равно хочет попасть на Новый год туда. Как они туда поедут, если Света будет на дежурстве? Кто их будет встречать? Андрею на голову свалится? Или Ольга Леонтьевна будет накрывать им поляну и развлекать? Или опять будут сидеть и ждать Свету, когда она вечером придет с работы и начнет прыгать перед ними и угождать? Насколько люди привыкли бежать из дома? Они один год не могут никуда не поехать. Они просто не представляют. Но как это они остались дома? Ни первого, ни тридцать первого никуда не поехали. Почему они не просятся к Самвелу? Пусть он собирает весь свой курятник, включая Зину, и везет к себе домой. На игре Зину он возил, а у него дома она не была. Чужим людям постороннюю женщину возит. А почему к себе не хочет пригласить подругу матери и угостить? ТВ недавно ему намекала, что давненько она у него не была в гостях, хотя живут в одном городе. Либо пусть собираются всей компанией и валят к Ирочке. Она давно не видела братика и мамочку. Надя тоже там не чужой человек. Они ее к себе уже приглашали. Передачки от нее брали и мясо, и масло, и консервацию. Ира брала с удовольствием и ни разу не сказала. Да вы что? Зачем мне это нужно? У нас тут все под боком, мы это можем купить. Надя, не вздумайте, в этот раз так и быть мы возьмем. Но больше не предлагайте, я не возьму. У нас все есть, мы ни в чем не нуждаемся. Ни баба Таня, ни Надя никаких других вариантов не рассматривают. Им обязательно надо, как снег на голову, упасть чужим людям. ТВ-шка сидит и говорит, Новый год это семейный праздник. Они всегда в селе отмечали Новый год в кругу семьи. Надя молодец, быстро сориентировалась, говорит. И дождите, а если вас позовут на игре, вы не поедете? Ну раз Новый год семейный праздник, надо отмечать дома. Вы останетесь дома? ТВ сразу не поняла, о чем она, как это она останется дома, если их пригласят. Нет, конечно, она что, пальцем деланная? Она поедет к ним? Не всегда Новый год семейный праздник. Можно и съездить. А с другой стороны, это еще как посмотреть. Они же родня ей. Псваха как-никак. ТВ-шку в ступе не поймаешь. Она из любой ситуации выкрутится. Если Света пригласит их 31 числа, обе бегом побегут на своих сделанных коленях. И забудут все, что они только что говорили. Бахнут коньячка, завалятся на диван, варежки пооткрывают и будут с открытыми ртами спать. Агрессивные какие все. Я думала, Надя на Самвела кинется и покусает. ТВ говорит. И вообще, Надя, у тебя такая дурацкая привычка есть. Ты любишь среди ночи звонить и поздравлять людей с каким-нибудь праздником. Можно подумать, дня для этого нет. А что тут такого? Ну, если людей это устраивает, которым она звонит среди ночи, то, конечно, ничего такого в этом нет. А если люди против и прямо ей об этом говорят, что она этими звонками их беспокоит, тогда очень много в этом такого. И делать это не нужно. Это тоже своего рода эгоизм. Человек думает только о себе. Надя хочет поздравить первой, и пусть весь мир этому радуется. Итак, к чему они пришли? На игре не едут по-любому. Тридцать первого или первого. Это не суть важно. Сытники застилайте порог штанами и встречайте. К себе эти барышни никого не зовут, сами с радостью по гостям шастают. Не любите саночки возить? Ну, тогда не надо и кататься на глюке. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока!